В Чувашии зарегистрировано около 450 случаев снятия мошенниками денежных средств с банковских карт. В большинстве своем владельцы карт сами передают необходимую информацию преступникам, не осознавая этого. В МВД по Чувашской республике прошла пресс-конференция по этой проблеме. Как выявить преступников и суметь избежать потери денежных средств узнала наша съемочная группа. В ответ на оперативную и тщательную работу полицейских мошенники придумывают все новые и изощренные пути обмана граждан. Буквально на прошлой неделе повелась на их уловки пенсионерка, поверив в родовую порчу магическим способом, обнаруженную цыганами. Снятие с глаза обошлось горожанке почти в 900 тысяч рублей. Хорошо хоть что дело было раскрыто. Буквально вчера в ходе проведения оперативных мероприятий с сотрудниками управления уголовного розыска Чувашской республики совместно с сотрудниками уголовного розыска с Нижегородской области данную группу, так скажем, мошенниц нам удалось установить и задержать на территории Нижнего Новгорода. Как выяснилось, к подобной схеме мошенницы прибегали не раз. При них было обнаружено около трех миллионов рублей. Вообще люди преклонного возраста достаточно часто становятся объектами мошенничества. Буквально на этой неделе, представляясь сотрудниками ЖКХ, двое граждан возвращали переплату за якобы их услуги пятитысячной фальшивой купюрой, взамен требуя сдачу. Атакам подвергаются банковские карты. Как показала статистика, особенно опасна услуга мобильный банк. Она, конечно же, защищена сама услуга. При пользовании, учитывая определенные правила, похитить денежные средства, невозможно посредственно услуги мобильный банк. Но, учитывая то, что подготовленность наших граждан, которые вдруг так стали все получать зарплату на банковские карты, которые не обладают и не знают правила использования, получается, преступники получили уникальную и гениальную возможность вывести денежные средства с их пластиковых карт. Буквально за несколько дней сотрудники МВД насчитали уже 15 фактов мошенничества с использованием банковских карт. Поэтому они настоятельно рекомендуют всем гражданам ни при каких условиях не передавать свою карту в чужие руки, в том числе и продавцов. Не озвучивать номер карты, пароль и не выкидывать чеки о состоянии лицевого счета на улице. А если вам приходят сообщения или звонки от банка, то обратитесь в банк лично. Екатерина Абрамова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.